Мужицкий разговор Как поддержать человека Который на вопрос Как тебя лучше поддержать В какой-то конкретной ситуации Отвечает Я не должен тебе объяснять Как меня поддерживать И начинает раздражаться Как следствие Как знакомые Какие знакомые Дамские интонации Это из той же оперы На что ты обиделась Ты должен сам понимать Но это другая история Это уже вопрос Как мой любимый психолог Ирвин Ялл Один из таких мудрейших Вообще Столпов психологии современной У него есть такая строчка Когда его спросили Как понимать Что пора заканчивать Семейную терапию Ну вот как понять Что мы вот ходили На семейную терапию И вылечились Когда фраза утром Сказанная одним супругом Другому Твой кофе сегодня отвратителен Означает именно это Действительно что Действительно отвратителен И второй просто выливает Этот кофе И наливает новый И тогда значит все хорошо Потому что вот это Вот такие игрищи Вокруг выяснения отношений Опять же в иерархии Чем тебя поддержать Сам должен знать Или сама должна догадаться Означает что Почему я должна объяснять Если надо объяснять То не надо объяснять Вот очень не люблю Эту позицию я Она манипулятивная Со страшной силой На самом деле конечно Можно наблюдать За человеком И близкие люди Так и делают И они знают От чего человек Становится радостный От чего ему становится Там легче От чего у него больше сил И они так делают Но это не значит Что не надо разговаривать Потому что вот эти вот Все позиции Они приводят к тому Что люди перестают Разговаривать друг с другом А потом разочаровываются Постоянно Как говорится Чтобы не разочаровываться Не надо очаровываться И здесь Когда человек Ох как мне это знакомо Ты обещал рассказать историю Про твоего папу И про поддержку Это я в начале следующего часа Я решил такую веселую историю Как в начале следующего часа А ты сейчас хочешь услышать Так она же про поддержку Она про поддержку Ладно Я может быть ее рассказывал Все таки уже много лет Здесь Может быть как раз Надо порассказать Не помню Мой родитель Решил поддержать Своего товарища Ну уже возраст подошел И пойти к ним К своему знакомому урологу О Так В Питере там Мощнейший чувак Военный врач Я его называю Мистер Голдфингер Ну очень нужный Ну понятно Светило Светило Все дела Так И значит вот Он со своим одноклассником Идет к этому дружественному врачу И Ну Пошел вместе с ним Познакомил их Значит И ему уролог говорит Что вам надо сдать Так сказать Экземпляр Ну понятно Надо сдать Для проведения Экспериментов Вот вам там Типа журнальчики Идите сдайте экземпляр Идите сдайте экземпляр Нормально бывает Те-те-те-те-те Значит Его близкий друг Зашел В кабинетик Там прошло какое-то время Он выходит Через 20 минут С пустой баночкой Господи Он говорит Что Что А где А он говорит Не получилось Говорит Нет Ты понимаешь Очки забыл Пытался Говорит по памяти Не получилось Это очень Очень грустные истории Не хожу Все Остановлены вещами Надо ставить музыку К чертовой матери И мир сорван Это вот та самая ситуация Когда и не смеяться И невозможно И смеяться Грустно О боже Это да Так ладно Давайте вернемся Поехали В автомат Ирина из Пензы Моя поддержка Это действие И вот только на 38-м году жизни Я поняла Что это не всегда Кому-то надо Порой надо просто послушать Но руки-то чешутся Пишет Ирина Вот это я Я очень понимаю Я на это постоянно налетаю Иногда от близких людей Гребаю даже по мордасам За такое Потому что я Это потому что Я не могу этого вынести Я не могу вынести Этой ситуации И мне надо действовать Чтобы я как-то себе позволила Ну в смысле Чтобы из меня Это напряжение Каким-то образом вышло И вот здесь У меня много лет ушло На то Чтобы понять Что то что мне надо действовать Совершенно не обязательно Действовать в отношении Этого человека Что может быть Надо просто пойти Помыть быстро Стены все Просто чтобы Или пойти бегать Или приседать Потому что кортизол так выходит С активными действиями Напряжение высоко Потому что я Начинала там Что-то такое предпринимать Там по потолку Бегать там Поднимать на уши Всю Москву Потом человек Зачем Вообще Для меня это не так Это для меня страшно А для него нормально Господи Да как так-то Да вот так И это как раз Тот самый момент Когда Здесь Я кстати К предыдущему Тоже не договорила Что Ты или уточняешь Если совсем нет Возможности Прям разговаривать Тогда ты делаешь действие И смотришь на обратную связь Это очень важно То есть Если ты бегал По всей Москве Достал там Не знаю Это там Лекарство Или достал визит К этому специалисту А человек этим Не воспользовался Возможно Тебе это надо было Больше чем ему Не делай так больше Просто В его сторону Уточни В следующий раз Не надо ему При этом претензию Предъявлять Какого хрена Я всю Москву обижала Я записала тебя К специалисту А ты не дошел туда Как ты можешь так Относиться Обесценивать Мои таланты И вообще Мои ресурсы Не-не Это твое дело Это ты бегал Потому что тебе Это было надо И она признает Ну скажи Да Это моя форма Заботчица Но если тебе Это надо не так Скажи Я буду заботиться Как ты иначе Скажи пожалуйста Какая интересная На самом деле Безграничная тема Тема А вот у меня Есть знакомый Потому что Я устал с ним бороться Близкий хороший человек Я его нежно люблю Но вот он Прям очень любит Всех поддерживает Он всем дает советы Он всех поддерживает Советом Все время Это чудовищно Раздражающая манера Это есть такой стишок Пирожок Я попробую его Произнести Без тех слов Которые висят У меня над головой Аркадий Дельные советы Так неожиданно давал Что говорили Все Аркадии Тебе спасибо Вот козел Ну как бы Ну просто Ну невозможно Он тебе будет давать Советы Потому как ты живешь И почему тебя это раздражает Раздражает тебя Потому что в этот момент Он выше тебя залезает В иерархии На кафедру И оттуда начинает вещать А тебе это не нужно Вообще Самая лучшая поддержка Нет Иногда бывает Кстати Иногда хочется Побыть маленьким И тогда ты придешь И спрашиваешь Скажи что мне делать Пожалуйста Если я приду И спрошу Скажи что мне делать Это запрос Тогда нет вопроса Вот И в этом как раз Главная разница Которую мне хочется Подсветить Она не всегда очевидна Потому что кажется иногда Да ты просто не понимаешь Сейчас я тебе объясню Не надо так Потому что возможно Что человек все понимает У него просто другое Совершенно видение мира У него другие ценности Другой жизненный путь И он понимает Как это ему решить Если хочешь ему помочь Ты можешь задать ему вопрос Это сейчас Коучинг Очень популярное направление Ты знаешь наверняка У него там много Есть разных Правил игры Но одно правило Мне очень нравится Это когда у тебя Есть возможность Либо сказать С восклицательным знаком Либо задать вопрос Задай вопрос Ну например Ты хочешь сказать Иди там Не знаю Срочно Заплати налоги И спи спокойно Например Я тупо сейчас Просто какой-то слоган Слушай А вот Помнишь в том году У тебя там была ситуация Ты тогда как с ней справился Что-то я не помню У тебя что получилось Ты тогда за счет чего Ты кажется налоги заплатил И все Так было А кстати да Слушай Спасибо что ты мне напомнил Важно что Когда ты задаешь вопрос Ты в этот момент Не сверху вниз это делаешь А это история некая На равных И у человека есть возможность Самому найти ответ Который для него Будет действителен И вот это более ценно Поэтому коучинг Так популярен В том числе Потому что у нас Страна советов Как в анекдоте Почему нельзя Женщину на красной площади Изнасиловать Потому что советами Замучают Замучают совет Так поехали быстро В автоматном режиме Ребята Не вопрос о крик о помощи Пишут слушатель Маленький ребенок Один год Состояние его мамы Кричать на всех Говорит что ненавидит Ребенка мужа себя Разговоры о суициде Хронический недосып К психологу не идет Медикаментозную поддержку Отвергает Даже магний Не хочет принимать Для укрепления нервной системы Любая поддержка от мужа Воспринимается в штыки С криками Скандалами Какие есть варианты помощи Да но это просто типичные Конечно симптомы Собственно пострадовой депрессии И здесь что происходит Человек действительно Не может свое состояние Самоценить в этот момент Это правда Ну и соответственно Нужен какой-то Тут два варианта Есть какой-то мудрый человек Которого она слушает Ну кто-то должен быть Старший в иерархии Кого она уважает И слушает Который может С ней очень спокойно Поговорить И собственно Убедить в том Что хорошо бы пройти Обследование По любому другому поводу Ну например К эндокринологу Пойти просто Тупо Потому что надо Там для ребенка Для того же Это надо сделать Там вместе с ним Вот Или второй вариант Когда то же самое Когда есть возможность Просто в этот момент Ты понимаешь Что да Вот сейчас Такой период Но он закончится Именно вот это Вот именно Пострадовая депрессия У нее есть Чисто гормональная история Когда может закончиться А может и нет То есть надо подождать Там есть у нее Не буду сейчас врать Сколько период Не помню Наизусть Ну в общем Надо просто смириться Что это так И делать все для того Чтобы просто Все что можно Не так что Я тебя поддерживаю Видишь я тебе помогаю Хватит орать на ребенка А в смысле да Дать ей поспать Просто сказать Даже ничего не говорится Что-то мне хочется С ребенком погулять Да я пойду погуляю Она поспит Не в смысле Вот иди поспи А я пока погуляю Вот из-за этого обычно Человеку не нравится Вот это сообщение Что с тобой что-то не в порядке Если вы понимаете Что с человеком все в порядке Просто у него такой вот сбой В гормональной системе Сделайте что-то для него ценное По доброте душевной Не показывая Что вы о нем заботитесь А хорошее сообщение Это Владимир из Челябинска А вот если Человеку я помог Так И продолжаю помогать Так И теперь ему вообще Мою помощь Воспринимает как должное О да Прекращу сто пудов обидеться Как быть А вот это вот кстати Однажды у меня был инсайт Невероятный По каким-то совершенно Своим делам Там я гуляла Изобрела в синагогу И открыла там Первую попавшуюся книгу Из лежащей в доступе На первую попавшуюся страницу Я периодически так делаю Когда у меня какие-то Есть свои размышления Я такую купил Я кип Кракодиловую Подожди И там удивительная Оказалась строчка Она удивительная Оказалась Там было написано Я не помню По поводу какого праздника Это не важно Но важно было что Там должен предстать Собственно член общины Перед общиной И попросить Освободить его От обязательств Которые он дал Вольно или невольно Я стал Мне стало интересно Что значит невольно И там было написано Что такое невольно Данное обязательство Если человек Трижды Совершил благое дело В отношении другого человека Или группы людей И не сказал Что он не намерен Делать это впредь Он невольно Дал обязательства И от него Начинают Этого ждать И действительно Вот так просто Перестать делать Это уже почти Предательство Это правда Поэтому решение Очень простое Разговаривать И сказать Слушай Дорогой товарищ Я вот тебе помогал Вот так Вот так И вот так Делал это Потому что мне надо было Вот это Вот это Вот это И мне казалось Это правильным Сейчас у меня Такой возможности нет Или сейчас Мне это не интересно Или слушай Пойми Сейчас я уже вижу Что ты самостоятельный Уже стоишь на ногах Верю в тебя И ровно моей поддержкой Будет перестать Давать тебе деньги Как например Родители иногда Говорят детям Прости Набутов Пожалуйста За то что Возможно Твой папа С тобой так делает Но он говорит Вот этим он признает Тебя равным себе Как минимум И это на самом деле Очень круто Сепарация называется Когда человек Слушай Нет денег не дам Потому что ты можешь сам Если я тебе дам денег В этот момент Как бы Ты станешь маленьким А я опять стану большим А я так не хочу Окей Окей Ну мы с очень хорошей Интересно Она кстати касается Не только отношений Между физическими лицами Ну как Юридические лица Несколько иначе устроены Бывают Там контракты Все таки документальные Бывает Бывает Я понимаю О чем вы говорите Прекрасно Но бывает Я понимаю На что ты намекаешь Я от этой темы Всегда сваливаю Я на политические темы Не разговариваю Трое детей Дом Свой бизнес Голова кругом Но у меня и муж Сам живет так Словно он испытатель Человеческих пределов Поэтому искренне не понимает Что мне например Нужно иногда Просто ничего не делать Побыть одной А делает выводы Ты меня не любишь Ты детей не любишь И это вот очень важная штука Вот мы можем рассказать Анекдот про Я делаю вам хорошую маму Чтобы я любила тебя И любила детей Надо Можно даже Мой любимый пример Очень простой Давайте начнем ругать машину За то что она Сволочь такая Требует заправки Каждый раз Какого хрена Кончается бензин И надо заезжать на заправку Ты же время тратишь на это Деньги тратишь Какого фига Зачем телефон ставить На зарядку ночью Пусть работает все время Человек на самом деле Точно так же Нуждается в зарядке И об этом можно говорить Что я работаю Как мне очень понравился Твой анекдот На батарейках Или от сети Если не хочешь Чтобы я работала от сети Дай мне возможность Заряжать батарейки Аккумуляторные Периодические И мне это нужно Вот на этом языке Что я Это мой способ Проявить к тебе любовь Чтобы тебе потом Не приходилось Ходить ко мне в больницу Потому что Это очень частый способ В нашей стране Как раз Среди вот таких испытателей Официальный способ Ничего не делать Уважаемый Уважительная причина Как говорили у нас в школе Какая полежать в больничке Или заболеть Вот сейчас С модным заболеванием Поэтому ну куда уж Нет С заболеванием Если дома лежит Еще пусть поготовит супчик В больничке пусть Вот это вот не надо Как мужицкий проброс Обозначил свое отношение К омикрону Только что Модным заболеванием Что У меня есть Такая антиваксерская Подруга Доктор Она тоже называет Это модной болезнью Я умоляю тебя Молчу Молчу Я говорю о том Почему модное Потому что На мой взгляд Оно сейчас Очень легко Подцепляемое Собственно Но как мне кажется Это вообще совершенно Научно Недоказанное мнение Но я же психолог Я склонна Все-таки Своё направление Естественно Продвигать И говорить Что это состояние психики Напрямую Влияет на то Подвержен человек Инфекционным заболеваниям Каким-то Вот таким Или нет Иммунитет Напрямую связан С состоянием психики И если я Хочу заболеть Внутренне Думаю Чтобы лишь бы от меня Все отстали Ну мы же целый эхир делаем Да Да Конечно Я вот сейчас Это сюда же напоминаю Да Поэтому лучше сказать Что я тебе нужна И лучше вас люблю У тебя и детей Когда я здорова и бодра Смотри Полина и Екатерина У нас Не знаю Может быть они Как раз и есть Вот эти самые подруги Как раз друг друга нашли В нашем Первое Это Полина Мне подруга стала Давать советы Что делать По любому вопросу Как ей сказать Что советы эти не нужны Понимаю Что бесит Что она этими советами Ставит себя выше меня Но на тему иерархии Разговаривать с ней Совершенно не хочется Я бы начала Точно так же Извини И Екатерина Не умею поддерживать Если мне жалуются Я начинаю придумывать Как помочь И давать советы А человеку это не нужно Если мне чем-то хватается Я не вижу ничего Выдающегося С трудом выдавливаю Себя что-то Неопределенно хорошее Ну вот так Ну значит Первому человеку Опять же Вместо восклицательного знака Рекомендую Вопросительный Собственно так сказать Слушай А ты мне когда вот это говоришь Зачем Ты просто спросить В напрямую Ты зачем мне Вот эти советы И подождать ответа Правда Очень интересно Что человек ответит Он может осознать Это вдруг Скажет А что не надо И это хороший диалог Вполне конструктивный А во втором случае То же самое Слушай У меня конечно Сейчас в голове 284 ответа На твой вопрос Надо А хороший заход Ну Могу Но я запрашиваю Типа пароль Ну надо Не надо У меня есть ответ Друзья мы продолжим Психолог Татьяна Мужицкая В студии Серебряного Дождя Кстати С какой поддержкой Вы чаще всего встречаетесь Совсем не та Что была нужна Ответили 53% Наших зрителей Вот поэтому Поэтому мы этот эфир и делаем Пусть будет в следующий раз И мы продолжим Через несколько минут Сразу хочу поблагодарить Елену И Анну За донаты Спасибо вам большое Девочки Спасибо за поддержку Вот Донат поддержка Донат поддержка Да Я тоже так считаю И в ютуб нам пишут Я например Своей маме Стараюсь о проблемах Даже не рассказывать И уж точно не про детей Потому что потом Сначала Меня отпустят Опустят ниже плинтуса Что я такая плохая мама И сама все до этого довела А бывают тоже разные истории У меня была бабушка Царствие небесное Которую я обожала Она была всю жизнь Очень активный человек Была заводделением Хирургическим Такой В общем очень Обожали ее все Она очень была Обаятельная активная Ну естественно В старости уже там Сидела дома Очень страдала от этого всего И когда я к ней приходила Значит рассказывала Что у меня все хорошо Она обязательно выкапывала Не на самом деле Ты не видишь проблем Вот тут плохо Вот тут Вот тут Вот тут плохо Я это очень быстро просчитала Я же психолог Все-таки уже была тогда Я пришла Я собирала за неделю Все значит отвратительное Я говорила Ты представляешь Какой ужас Начальник там на работе Вот это А люди И она говорит Что ты Все будет хорошо И она меня так накачивала Позитивом Ей очень важно было Она же хирург Она привыкла всегда Решать проблемы И ей важно было их решать Она в этом момент Чувствовала себя сильной И на коне Я это вовремя вычислила Потому что иначе Она начинала мне закапывать Я в слезах от нее выходила И не хотела с ней общаться А она была чудесной человек И вот так Когда я поняла Что ей просто надо было То я ей дала Это поле Собирала вообще Честно Какие-то обидки За неделю И она меня Так поддерживала Феерически Это как у квартиры Ты, да? Мама когда спрашивает У меня как дела Я отвечаю Что хорошо Она вроде как расстраивает Тебе что Сложно порадовать маму? Ну скажи Что ты заболел Да В этом смысле Мне конечно с мамой Очень повезло Я ей благодарна Неимоверно Ее поддержка Заключалось ровно в том Что она в меня верила И давала мне возможность Принимать решения Такие Которые были Нетрадиционные Нестандартные Например Уйти из инженерного вуза Где была гарантированная Там уже Да, да, да Понятно Стать психологом Непонятно кем В 92-м году Что это такое Да, это шаг Выйти замуж В 18 лет Не пойми за кого Это все Что ты машешь тут Что ты машешь тут Своими вот этими Машет он Махалками Через 30 секунд Тут Да, падают нам сообщения Это мы его окрылили Значит Ага Его окрылишь Ну ему есть чем махать Ну что ты Так, давайте Все 15 секунд И мы собственно Возвращаемся в эфир Пока еще не вернулись Ирину Северинову Также мы благодарим За донейшн Спасибо Я полностью признаюсь А я рана, да? Не, нормально Сейчас уже идем Я послушала про унитаз Поздравляю, Тань Мужицкий разговор Так, я радуюсь всегда Так, Танюш, быстренько Быстренько Давай, давай От Анны А как быть, если я стараюсь Всех поддерживать? А зачем? Словом Делаем Деньгами И так далее По запросу Да А меня не поддерживают В том объеме Как мне хотелось бы Как быть? Бегать за людьми И выпрашивать поддержку Я не могу Это, собственно, говорит Ровно о том Что Анна застряла В позиции сверху Простите, конечно Спасатель, да? В треугольнике Карпмана У нас об этом был эфир Можете на ютубе его найти Но даже я сейчас Не про треугольник Карпмана говорю А просто, опять же Возвращаясь к теме нашей Что поддержка Это всегда про иерархию, да? И когда человек сверху находится То просить помощи Что-то выпрашивать сразу Вообще Как я могу? Да нормально это Взять и опуститься туда На уровень ниже Хотя бы на равных И сказать Слушайте, мне нужна Вот такая поддержка Расскажу У меня прямо есть Реальный случай Из моей жизни Удивительный Для меня самой Я тоже тот человек Который очень много Всех поддерживает Там и близких И, в общем, нормально Я себя в этом чувствую У меня много ресурса Я делюсь им с радостью Вот, но однажды Я, значит, по прекрасному Молодому человеку своему Говорю Слушай, у меня очень тяжелый тренинг У меня бывает так По выходным Он прям очень тяжелый И в понедельник У меня не будет сил совсем Ты знаешь, я прошу тебя Об одной очень простой вещи Прямо конкретно Знаю, что мне от тебя надо Он такой Да, чего? Я говорю Мне нужна твоя поддержка Он говорит Я готов Пожалуйста, в понедельник Закажи мне еды Он так удивился Я говорю Я могу, конечно же, сделать это сама Но это несложно Говорю Но мне вот почему-то Очень хочется от тебя В таком виде поддержку получить Ты можешь мне еды заказать? Он говорит Да, без проблем Конечно Хорошо И я была очень рада Потому что я проснулась В понедельник К обеду После выходного Очень сложного тренинга И мне было очень приятно Потому что не я принимала решения И для меня поддержка была ровно в этом Чтобы я не думала вообще Мне нужно было разгрузить голову И встать маленькой как раз Перестать И решать Вот ты знаешь Для меня это очень актуально Вот Аня на сообщении История Потому что я всю жизнь Там подтягивал В общем семейство И Чок дыхатай Ты все равно тешишь свое самолюбие Да Тебе мне нравилось Что с 18 лет Там купи маме шубу Потом одну машину Вторую Третью Построй дачу Купи хату Класс Крутой набор Ее Туда сюда Брату дай работу Отправь за границу Это 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 Сам при этом естественно Ты в обносках там И это тоже И ты знаешь И тут я понял Даже до 42 лет Что во-первых Вдруг тут ситуация поменялась Как мы видим И Как бы Свои внутренние Самолюбия И так многие очень Мужчины живут Плюс у нас это пестуется Традиционно Общественное мнение Мужик должен Все Он желал Этим квартиру Детям Жене цветы Детям мороль Но всегда Он всем должен Все И вдруг я понял Что я в 42 года Ну я не тяну Какие-то вещи Нормально это Совершенно И вообще А попросить Что мне тоже надо Как-то в общем Иногда Чем-нибудь Для этого надо Слезть с пьедестала Слезть Потому что когда стоишь На пьедестале Тебе только цветы Могут туда приносить Вот я хотел бы сейчас Памятнику Могильному Можно наоборот Чтобы я был на пьедестале И мне теперь Все несли Все Для этого надо Чтобы ты им приказал Если ты хочешь Быть на пьедестале Чтобы тебе все несли Ты можешь им приказать Вассалы Значит по понедельникам Приносить мне туда Для того чтобы тебе несли Ты же не к пьедесталу Нес Ты нес сверху вниз Тебе надо позволить Себе с пьедестала Слезть Сесть на лавочку Сказать Ребят А я вот тут Такой на лавочке Вы знаете Я с таким удовольствием Приму вашу заботу Чего-то я устал Для этого надо И это снять корону Это очень сложно бывает Психологически Но запросить поддержку Из короны Это будет требование А ну-ка быстро А если я корону снимаю Это может быть очень искренне Может быть действительно Придется показать Свою уязвимость и слабость Это кстати большая тема Которую прорабатывают психологи Как вообще Получить контакт С собственной уязвимостью Они так говорят Этими умными словами Если перевести на русский язык Как сделать так Чтобы показать слабость И тем не было за это Стыдно Про стыд Мы обещали поговорить В следующий четверг Да Вот это очень важная штука Когда ты говоришь Слушайте ребят А мне нужно И чем конкретнее Ты говоришь Тем проще И при этом ты Ну не требуешь То есть ты подозреваешь Что этого может и не быть Что они могут этого и не сделать Что у них может не быть Такого ресурса Что они могут не уметь Это вообще Да И ты смотришь А хорошо Это ты не можешь А вот это А кто может Я могу сам себе обеспечить А вот это пожалуйста ты Либо ты можешь обратиться К тому у кого Именно этого много Мой любимый стишок Пирожок Олег наполнил Мыслью череп Уйдет боится Расплескать А Николай Наполнен Песней И поливает Всех вокруг Если ты видишь Что человек наполнен И поливает всех вокруг У него ресурсы Какого-то переизбыток То у него это просить Проще всего То есть трудно Просить например Человеку Которого самого денег нет Ты у него просишь денег Ну и кстати Может быть что он тебе Их даже и найдет И даст Но это не очень Логично Там в фильме О чем говорят мужчины Третья часть Красива конечно Эта история про деньги О да Это прекрасная история Просто Эта линия Гениальная совершенно Ремзия Сколько ваших историй Потрясающе А у нас время Ремзия Ко чем у нас кончилось время У нас есть все время мира Мы продлеваем Татьяну Минут на 15 На 15 На 15 Максимум Ура Хорошо Нет Вот смотри Эта манипуляция пошла Нет Татьяна На 12 Хорошо на 12 Друзья Мы продолжим Вместе с психологом Татьяной Мужицкой В следующем часе Опять продлилили Серебряный дождь 100 ровно И 1 десятая ФМ Субтитры сделал DimaTorzok